Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, пришло время обсудить текущую динамику на мировых финансовых рынках и поговорить о рынке отечественном. Хотя, как показывает практика последнего времени, это не очень интересно почему-то. И тем не менее, с темой сегодняшнего эфира, какие события будут влиять на динамику российских индексов этим летом, то есть опять мы попытаемся некие прогнозы сегодня озвучить в эфире. И, кстати, в студии сухого остатка сегодня Алексей Соколов, ректор учебного центра и инвестиционного холдинга Финам. Добрый день, Алексей! Привет, Сталик! Уважаемые слушатели, присняйтесь к нашему разговору, к нашему эфиру. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Всем этим вы можете воспользоваться для того, чтобы задать свой вопрос моему гостю, либо поделиться собственным мнением по этому поводу. Ну и начиная эфир, давайте мы посмотрим, что происходит сейчас в моменте на финансовых рынках. Итак, картина маслом 1505 в Москве. Пятничное закрытие с американских площадок разнонаправленно, но и S&P, и Dow Jones потеряли по полпроцента, и NASDAQ вырос на символически 0,04%. Будем считать, что 5% закрылось отрицательно в Америке, а сегодняшний день ознаменован тем, что азиатские рынки в плюсе, больше процента Nikkei и 0,8% Шанкая Композита. Это Европа тоже в плюсе почти на процент фунции 100, и индикаторы отечественного рынка сейчас уже перебираются в положительную территорию. 1% прибавляет индекс РТС, чуть больше 2, простите, 1,1% процента индекс РТС, чуть больше 0,2% индекс ММВБ. Открытие было не такое оптимистичное, сейчас, видимо, настроение потихонечку меняется, дай бог. Смотрим на сырье и на Форекс, нефть марки Brent торгуется выше 102 долларов за баррель, золото продолжает волатильную торговлю, 1236 сейчас строит тронская унция, если помните, ниже 1200 опускался стоимость этого металла на прошлой неделе. Индикатор валютного рынка выше 1,30, но достаточно узкий диапазон, 1,30-1,30-1,50 последние несколько дней. Ну и набор голубых фишек отечественного рынка сегодня разно направлен. Направлен он по-разному и можно отметить, наверное, 2% прибавляет АвтоВАЗ и столько же теряет Аэрофлот, чуть больше процента в минусе акции МТС и на 1,5% растет НЛМК. Сбербанк процент в плюсе, ВТБ почти процент в плюсе и теряет процент Уралкалий. Ну вот такая, еще раз повторю, разнонаправленная динамика на российских рынках. Давайте начнем нашу беседу. Леш, ты первый раз ведь в студии Сухого Остатка, но не первый раз... В этой и в новой студии. В этой и в новой студии, да. Не первый раз разговариваешь, или точнее в гостях в средствах массовой информации. Вот традиционно, наверное, разговор начинался, если он был связан с финансовыми площадками, разговор начинался такой нейтральной какой-то фразой, нейтральным вопросом, да. Ваш взгляд, что ли, да, ваш взгляд на рынок, на текущий рынок, ну если не сложно, вот этот взгляд каких-то озвучь в каких-то терминах. Ну, мой взгляд, он делится как бы на две немного противоположные точки зрения. Во-первых, я хочу отметить, что на рынке пока все не очень хорошо. Не очень хорошо с той точки зрения, что за 12-й год объемы торгов упали, и упали они в два раза, даже больше. Если посмотреть, я не беру пики, а беру так среднестатистический объем там 10-го, 11-го года, вот. И мы практически всю вторую половину 12-го года и всю первую половину 13-го года торгуемся объемами точно так же, как осенью 8-го года, 2008-го года. То есть это параллель не случайно все-таки, осенью 8-го года, известные события драматические, да? Да, да, события в 2008-м году были драматические, ну и если посмотреть, то рынок, в общем, падает, и падает весьма неплохо в последнее время. Если не смотреть такие краткосрочные какие-то тенденции, то, в общем, снижаемся мы. И основная причина — это объемы. Денег на рынке мало, торговать не хотят, уходят кто куда, кто фикс инком, кто на зарубежные площадки, кто в валюту. Ну и, в общем, придерживаются точки зрения «хорошо там, где нас нет». То есть основная мотивация, что с российского рынка надо уходить, давайте посмотрим, где нас нет, там наверняка «хорошо». Да, да, да. Хотя, на самом деле, другая точка зрения, моя же, что рынок, он и в Африке рынок, какая разница. Если есть цена, она колеблется. И если она колеблется, то, в общем-то, ее можно торговать. И в этом плане у нас, в общем-то, все нормально. И имеет смысл делить просто свою торговлю на определенные сроки. И сейчас, поскольку действительно рынок сложный, принимать решения достаточно сложно, то дисциплина выходит на первый план, дисциплина торгов. В том числе и по поводу сроков, к чему я и начал говорить. То есть, если мы торгуем краткосрочно внутри дня, надо торговать краткосрочно внутри дня. Если мы торгуем среднесрочно, то надо так и торговать. А если мы держим долгосрочную позицию, то ее, безусловно, имеет смысл держать, потому что потенциал у нашего рынка очень-очень неплохой. Но если нервы не позволяют, не надо туда смотреть. Но держать ее надо. И выходить сейчас уж из долгосрочной позиции точно не имеет никакого смысла. Не имеет смысла почему? Потому что очень дешево все это дело торгуется, и дальше уже падать-то некуда. Уже дешево падать. Ну, падать всегда есть куда, пока мы не стоим ноль. Но говорить о том, что это падение будет, и падение будет такое, как было там пару месяцев предыдущих, ну, не приходится. Мы уже очень низко. Тот же самый «Газпром» упал практически на уровне кризиса. А это одна из основных бумаг. Многие там, как говорят, булочки на нее крошат, на эту компанию. Ну, есть, наверное, причины, чтобы покрашить батон действительно на «Газпром». Хотя господин Миллер не дали, как несколько дней назад, в пятницу в частности, по этому поводу очень яростно защищал свое. Ну, защищать он может сколько угодно. Рынок есть рынок. Пусть дадут денег. Вебу он защитит, он знает как. Опыт есть у него. Да, мы уже ощутили это в начале 2009 года, как веб умеет защищать. Но пока этого не происходит. Соответственно, покупок на бумаге нет. Бумага очень недооценена и с точки зрения собственных активов, бизнеса. Но все закладывают дисконт на политические проекты «Газпрома». Понятно, что нету очевидной оценки этих проектов. И, наверное, очевидной положительной оценки, финансовой положительной оценки не может быть. Но эти проекты нужны. Не может быть, потому что они политические? Потому что они политические, потому что реально, если даже прикинуть сроки окупаемости этих проектов, то, наверное, там ничего хорошего не светит. Но при этом «Газпром» остается крупной стабильной компанией. При этом важно, особенно у нас в стране, важно, что «Газпром» выполняет политические задачи. Соответственно, «Газпром» был, «Газпром» есть, «Газпром» будет есть. И есть он будет, скорее всего, неплохо. Поэтому я придерживаюсь того, что «Газпром» около 100 рублей – это хорошая покупка. Хорошая покупка, причем, опять, если говорить о кратко-средних и долгосрочных прогнозах, все-таки это покупка в долгую. Это покупка в долгую, да. Это покупка на год, как минимум, а, скорее всего, на два, на три. Но, собственно, я думаю, что динамика «Газпрома» после «Олимпиады», которая будет для нашей экономики, для нашего финансового сектора достаточно интересным событием, ну, как мне кажется, я думаю, что после этого «Газпром» пойдет на восходящий тренд. И, скорее всего, этот тренд продлится достаточно долго. И, соответственно, там уж сколько продержит инвестор, столько и получит. То есть, в любом случае, да, такой цены, привлекательной цены, может просто уже и не быть. 100 рублей, да, близость 100 рублей. Ну, здесь как? Может быть и ниже, да. Мы и по 80 его видели, в общем-то. А если посмотреть раньше, то и дешевле мы его тоже видели. Но это вопрос жадности. Я считаю, что цена 100 рублей – это достаточная цена, после которой можно просто купить и не смотреть. И 110, в общем-то, тоже небольшая разница. Другое дело у нас как? У нас вот если люди приходят в магазин, да, они «О, скидка 50%, купил он джинсы», вот, и радуются. Он же не заходит на следующий день в этот магазин и не смотрит, а вдруг там уже 75. Более того, он боится этого, он заходит, говорит, не дай бог там 75, не пойду, расстраиваться не буду. Ну, да. Кстати, о позиции покупателя, вот такого рядового покупателя, это очень интересно. Мы продолжим этот разговор, давай послушаем новости на Финам.фм потом. Ну что, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии сухого остатка Алексей Соколов, ректор учебного центра инвестиционного холдинга Финам. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, как всегда, ну и, может быть, во второй части попытаемся давать какие-то прогнозы. Хотя вот Леша уже высказался по поводу «Газпрома». Мне кажется, достаточно убедительно, да, чем не основание для покупки, та самая низкая цена, тот самый дисконт, та самая скидка 50%, да, хотя, конечно, возможно, и 70%. Леша, вот возвращаясь к этому разговору, все-таки смотри, спасибо тебе за твой взгляд на ситуацию на финансовых рынках, но учитывая, что ты в данной ситуации возглавляешь, да, обучающую подразделение Финама, ты ректор учебного центра, мне кажется, логично было бы, и логично именно потому, что ты сейчас в студии сухого остатка, а эта тема важная всегда. И логично, может быть, с точки зрения того, что сейчас нет интересных идей на фондовом рынке Российской Федерации, как минимум, может быть, самое время поговорить о пресловутой финансовой грамотности населения. Какова, на твой взгляд, ну, я предполагаю, ответ на этот вопрос, какова оставляет желать лучшего? Согласен, нет? Ну, оставляет желать многоточие финансовой грамотности, в принципе, но все плохо, все плохо, потому что, да, вот характерная ситуация, да, мы пройдем так сейчас чуть-чуть по грани нынешней ситуации на рынке, да, и финансовой грамотности. Вот, например, кто-то неаккуратненько сказал, что рубль будут девальвировать. А к чему это привело? Это привело к тому, что все схватились за голову, а, как же так, рубль будут девальвировать, как все плохо. Ну, давайте подумаем, а что плохого-то? Поддержать российских производителей плохо? Нет, ну, многие думают, что в России производителей нет. И, на самом деле, патриотизм у нас в России точно так же желает, оставляет желать лучшего, как и финансовая грамотность. Я не знаю, может, это взаимосвязанные вещи, но факт остается фактом. Многие думают, что в России нет производства, в России вообще ничего нет, и поэтому надо покупать в долларах, как же так, рубль будут девальвировать. На самом деле, если рубль идет сейчас на плавную девальвацию, это очень неплохо поддержит производители, реальный сектор, который сейчас чувствует себя, мягко говоря, неважно. И, соответственно, я бы даже сказал не в долгосрочной, а в среднесрочной перспективе. Это даст толчок для развития финансового сектора и, в целом, для того, чтобы жить стало лучше. Но факт отсутствия финансовой грамотности приводит к тому, что люди переживают, получается некая внутренняя политическая напряженность, как же так, рубль дешевеет. Это же плохо, по мнению большинства. Тем более, что слово «девальвация» — это вообще страшное слово из ужастиков 1998 года. Но одно дело, та девальвация, которая была в 1998 году, это как фактически антикризисная мера того масштаба, потому что тогда действительно был кризис. К слову, то, что происходит сейчас, это и кризисом-то назвать сложно по сравнению с 1998 годом. Был государственный дефолт и фактически такая резкая, грубая девальвация рубля, которая произошла в августе 1998-го, это была антикризисная мера российского правительства для того, чтобы хоть как-то выйти из этой плохой ситуации. Сейчас говорить о резкой, грубой девальвации рубля не приходится. Мы говорим о плавной политике Центрального банка, которая хоть и говорит постоянно, что уйдет с рынка, но вроде не уходит, слава богу. Слава богу, да, присутствует. Да. Вот, это целенаправленная политика Центрального банка на удешевление рубля. Это хорошо, но люди почему-то не понимают. И даже вот эта базовая вещь, она говорит о том, что, в общем-то, все плохо. Теперь давайте посмотрим на банковский сектор, что там происходит. Как только банк дает какую-нибудь доходность а-ля там 12 по депозиту, все сразу бегут. Причем, забавный момент, в этот банк размещать денежки. Причем уже были пара фактов, что этим пользуются мошенники. Об этом мало говорят, слава богу, но были. Но, давайте посмотрим на то, что люди делают. Они несут туда 700 тысяч рублей. И говорят, это же застрахованная сумма. А дальше вопрос. Ну, сейчас, слава богу, в ближайшее время будет миллион. А дальше вопрос. А проценты? Застрахованы ли они, ты имеешь в виду, в этом? Я могу сказать, при размещении 700 тысяч рублей, при сумме страхования 700 тысяч рублей, они не застрахованы. То есть, нужно размещать 700 тысяч рублей минус проценты, чтобы после начисления процентов получилось 700 тысяч. Тогда проценты будут застрахованы. А у нас-то... То есть, смотри, вот, извини, я тебя перебью. Вот, все, о чем ты сейчас говоришь, это такие, я бы сказал, наиболее распространенные примеры отсутствия финансовой грамотности. Вот, в частности, извини, вернемся, да, слово девальвация. Девальвация имеет вполне определенный термин экономический. Но в подавляющей большинстве слушателей наших, да, наших, радио Финам ФМ в частности, девальвация, это некая страшилка, который, да, услышав это слово, ну, и, кстати, мне кажется, господин Силуанов тоже должен был, как россияне-то, предполагать, да, что я сейчас скажу слово девальвация, и меня могут неправильно понять, или как минимум неграмотно, да, меня понять. Да, ну, и, на самом деле, до чего доходит эта страшилка, но я надеюсь, все-таки, среди слушателей Финам ФМ меньшинство боящихся этого слова, да, вот, все-таки принимаем определенные усилия. Безусловно, безусловно. Но, люди же чего говорят, вот, девальвация, скоро будет дефолт. Да, да. Еще одна страшилка. А что такого? Ну, собственно, где... Ну, здесь надо отдать должное, что логическая цепочка-то верна, если девальвация вот на уровне кого-то 98-го года, то следующий шаг это, пожалуйста. Логическая цепочка прямо обратная, то есть, сначала дефолт, потом девальвация, то есть, девальвация была даже не следствием, а средством борьбы с дефолтом, ну, как, например, это достаточно простой путь обесценить собственный долг. А здесь просто, да, оба понятия в кучу собрали, и если одно слово звучит в эфире, да, или там где-то, значит, обязательно, где-то рядом второе. Да, да, хотя, если посмотреть на долги России, да какой дефолт? Смешно. Вот, это, там, в Штатах может быть дефолт. Дефолт, да, это невозможность отдать долг, прежде всего, а если у тебя долга-то практически нет, то какой невозможность? Да, ну, и причем говорят-то о государственном дефолте, именно о 98-м году, а тут, собственно, и долгов практически нет, и, в общем, все нормально, причем о дефолте Соединенных Штатов почему-то никто не говорит. Да, да, вот у них-то, собственно, почва для этого есть, причем заложенная в самой системе, то есть, долги Соединенных Штатов отдать невозможно, в принципе, никогда, но об этом никто не говорит, не принято, то есть, у нас такое ощущение, что в стране живут патриоты Соединенных Штатов Америки. Ну, их везде предостаточно, если смотреть с этой точки зрения, да, то есть, Америка всем должна, поэтому... Ну, да, приходится. Везде, да, сплошные потребности. Приходится заботиться. Смотри, вот, возвращаясь к слабому рублю, опять, да, мы говорим, что термин слабый рубль, это с точки зрения квасного патриотизма, сразу, да, думаешь о том, как, даже не может быть, чтобы Россия сильный государство, должен быть сильный рубль, вот, и опять здесь, да, несоответствие, так сказать, патриотической составляющей и экономической составляющей. Я бы сказал, игра слов. То есть, слабый рубль и сильный рубль, это не значит динамика рубля относительно других валют. Тем более, у нас не значит, потому что рубль же не торгуется где-то там. На форексе, да, на глобальном рынке. Да, он торгуется здесь у нас. Соответственно, ЦБ сказал, сильный, но дешевеющий. Ну, и на самом деле, слабый, ну, вот, тот же самый Сургут Нефтегаз, да, слабая компания? Нет, но дешевая. То же самое. То есть, вещи опять, да, разной плоскости. То есть, дешевеющая валюта, она, даже чего далеко ходить, дешевеющий рубль приведет инвесторов на фондовый рынок, потому что акции будут дешеветь, при том, что они не будут дешеветь в цене, но относительно доллара они будут дешеветь, например, доллара, да, или евро. Вот, и, соответственно... И тем самым, давая еще один какой-то дисконт, да, еще один повод, да, для того, чтобы российский рынок становился привлекательным. Особенно для нерезидентов это достаточно интересный плюсик будет в их портфеле. Вот, поэтому это со всех сторон хорошо, и хочется надеяться, что все-таки население даст правительству такой политический шанс дисконтировать рубль. То есть, пустить рубль по пути плавной девальвации, и это будет хорошо. И, ну, а возвращаясь, опять же, к финансовой грамотности, да, я всегда повторяю изречение такого собирательного образа в российской литературе Козьма-Пруткова. Да, прежде чем решать задачу, полезно ознакомиться с ее условием. Так вот, у нас обычно сначала решают, а потом откуда-то узнают условия. Хочется призвать всех сначала узнавать, что вы собираетесь использовать, с чем это связано, как это можно в принципе использовать, а не просто тупо бежать в банк и класть под 12% годовых почему-то 700 тысяч рублей, а не там 630, например, да, 640. Ну да, как вот классический примет, либо, если уж говорить опять, возвращаться к пресловутой девальвации, да, к слабому или сильному рублю, не бежать, сломя голову в обменный пункт. Уж в обменный пункт-то точно бежать не надо. Да, тем самым решая, вроде бы, какие-то проблемы, связанные с валютными рисками. Леш, ну смотри, вот возвращаясь к финансовой грамотности, где ее, ну, человеку неискушенному, да, профессии, которого не связаны с финансовыми, с банками, и для которого, еще раз говорю, вот эти термины, они страшилкой такой периодически возникают. Где финансовой грамотности набираться этой? К сожалению, мало есть мест, где можно действительно набраться в этом смысле. Если брать образовательные учреждения, то там... Общеобразовательные, да? Общеобразовательные, да. Это не специфические. Да даже и специфические, если говорить о высших учебных заведениях, дают очень много теории. Очень много теории, при этом практических каких-то навыков. То есть, смотри, теория, она от жизни далека, да? Она, может, и не плоха сама по себе, а вот именно от жизни, от реальной моей жизни. Дело все в том, что если мы говорим о том... Вот, например, финансист пришел получать образование, да, в финансовую академию. Понятно, что его там научат, да, там, каким-то его нужностям, да, тому, что ему нужно будет по работе потом. Но есть общежитейские финансовые вещи, которые ему на практике, скорее всего, в ближайшее время, может быть, и не понадобятся. Понадобятся. Ну, либо понадобятся, в зависимости от активности его позиции. Но очень нужно, чтобы ему давали сразу рецепт. То есть, вот так вот на теории, а вот так вот практически это можно использовать. А они говорят, вот теоретически это так, вот деньги стоят столько, вот это инфляция, вот это вот там... Объясняют, что такое девальвация, как, что. Но не говорят, парень, а вот здесь ты можешь использовать... Да, может быть, у тебя возникнет, да, когда... Сейчас мы привемся, Леш, еще раз новости на финансовом. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях сегодня Алексей Соколов, ректор учебного центра инфляционных холдингов Финам. Обсуждаем мы текущую ситуацию на финансовых рынках. Ну, и, естественно, да, тему не чуждую ректора учебного центра. Это тема финансово-грамотно-населения. Ну, и, как выясняется, не чуждую никому. Эта тема действительно достаточно важна, на мой взгляд, хотя бы для того, чтобы чувствовать себя нормально в неких экономических условиях. В обычной жизни, да, что-то происходит, бах, бах, там, услышали, увидели. Что это значит, никто не знает, но, тем не менее, сразу ноги куда-то влекут. Да, за гречкой, например. За гречкой, например, да, спички соль, помнишь, да, было это в восьмом году? Спички, соль, сахар. Значит, уважаемые слушатели, присняйтесь к нашей беседе. Леша, ну, и вот вопрос у меня такой, все же, где понабраться финансовой грамотности, если человек, действительно, всю жизнь далек от этой темы, хотя, по большому счету, да, каждый в теме в этой, потому что у каждого есть зарплата, у каждого есть, да, какие-то насущные и не очень, да, необходимости, ну, инфляция всех, естественно, касается. Да, ну, вопрос, на самом деле, по поводу того, как использовать финансовый сектор обычному гражданину, это очень большой вопрос и очень широкий, и очень много всего можно использовать и нужно использовать, и бояться этого не надо. Но, но, действительно, на данный момент очень мало где можно узнать. Можно почитать какие-нибудь специальные сайты, специальные статьи по всем этим вопросам. Хотя, к сожалению, я даже в статьях профессионалов иногда вижу, мягко говоря, казусы, какие-то вещи, которые говорят абсолютно неправильно, то есть правильно с точки зрения того, что все думают. Но все-то думают не совсем так, как оно должно быть на самом деле. Поэтому... И, наверное, сложно, да, неискушенному человеку, в принципе, разобраться, на какой ресурс, кому поверить, потому что очень часто прямо демитрально положенные мнения озвучивают. Практически невозможно. То есть, единственный вариант, это прочитать максимальное количество мнений по вопросу и сопоставить их. Для этого, опять-таки, да, нужно время, а желание, б, ну и какие-то ресурсы внутренние, потому что иногда это... Да, да. Вот я, на самом деле, придумал историю, чтобы немного занять эту нишу. И я думаю, что в июле или в августе у нас состоится первый курс по финансовой грамотности. Это такая... У нас это где? В финаме? Да, да, в учебном центре. Будет в расписании на сайте анонс соответствующий. Я буду читать этот курс, по крайней мере, первое время. И, соответственно, там постараюсь за неделю рассказать, какие есть инструменты, какие есть страшные слова, какие не очень страшные. Как все это использовать, чего бояться, чего не бояться, как понять, будет кризис или не будет кризиса, будет дефолт, не будет дефолта и так далее. Это здорово. На кого он рассчитан, этот курс? На всех. На всех, да? То есть, это не те люди, которые пришли с мыслью научиться зарабатывать на фондовом рынке, на каком-то другом. Нет, абсолютно. Люди, информация, которая нужна всем. Да, это информация, которая нужна всем, безотносительно фондового рынка. То есть, да, мы будем говорить там, конечно же, и о фондовом рынке, потому что это тоже инструмент, который тоже можно и нужно использовать в своей жизни для своих сбережений, для своих инвестиций, поспекулировать. Вот, например, все у нас любят спекулировать валютой, бегать в обменнике, а на самом деле спекулировать можно не только валютой. И, в общем, какая разница, а валютой или акциями? Да разницы, в общем-то, никакой. Разница только в том, что спекулировать валютой через обменник дорого и неудобно. А спекулировать акциями через торговый терминал дешево и удобно. Вот, а цена, в общем, примерно такая же. А можно и валютой через торговый терминал спекулировать. То есть, существуют некие технологии, которые эти задачи просто упрощают, позволяют решать? Я бы сказал, что технологии, которые позволяют эти задачи решать, а не прикручивать мазохизм за уши к решению задачи. Потому что бегание в пункты обмена валюты, я кроме как мазохизм, никак назвать не могу. Это и огромные физические риски, это достаточно высокая цена, потому что спред достаточно большой у обменников. Ну и в принципе, а зачем? Когда есть инструменты, которыми можно очень удобно и недорого оперировать и получать, в общем-то, то же самое. Леш, извини, я тебя хотел спросить, как профессионал, бытует мнение такое, может ты с ним не согласишься, конечно. Но для большей части населения, не связанного с финансовыми рынками, слово фондовый рынок, в каком бы контексте это ни звучало, это такая какая-то страшилка, такое пугало какое-то, такая, ну, опять некорректное, может быть, сравнение прозвучит. Уж простите меня, коллеги, но тем не менее, очень часто сравнивают с пирамидой финансовый фондовый рынок, с каким-нибудь МММ и прочие вещи. Да, ну, опять же, как оно было? Во-первых, бумаги МММ назывались акции. То есть просто на уровне слуха. Да, да, и это плохо, хотя акциями, на самом деле, они не являлись с юридической точки зрения. Второе, ну, извините, кто заставлял лезть в МММ? Вот многие попали, говорят, вот, государство нас не защитило. Но давайте разберемся. Первый закон инвестирования, первый закон финансов, это то, что доходность выше инфляции связана с рисками. Какая инфляция была тогда? Ну, процентов 20-25 была. А сколько там доходность была? Свыше тысячи процентов годовых. Так а почему тогда люди бежали и не думали о своих рисках? А государство должно было думать об их рисках. Я могу сказать больше, что если у нас в России сейчас пирамида, это, ну, такая пирамида, я имею в виду, это очень редкий случай, то в Штатах, например, на каждом углу. Такие пирамиды? Такие пирамиды. Именно такие, как вот сейчас делает Мавроди здесь. Да, там пытаются что-то сделать, но все вот его порицают. Да, там никто никого не порицает. Если, ну, есть пирамиды, ну, бизнес, все, ну, там... То есть в конечном итоге ты сам, да, тебе все объяснили, какие риски, какие возможности, и ты сам идешь с этими денежками, на кого жаловаться? Ты же взрослый человек, правильно? На собственную жадность только жаловаться остается. Вот. Соответственно, да, действительно, на этом потеряли многие из-за собственной жадности. Ну, и вот теперь страшно. Кстати, извини, из-за собственной жадности и из-за отсутствия финансовой грамотности все-таки в конечном итоге, да, человек, не разбирающийся в том, какие процессы вообще... Ну, на самом деле, вот незнание того, что любая доходность выше инфляции связана с рисками, это не то, чтобы отсутствие финансовой грамотности. Это... ну, вот я даже не знаю, как это назвать в рамках цензуры. Поэтому тут... Ну, то есть отсутствие элементарных знаний каких-то? Это отсутствие зрения, скажем так, вот то же самое. Зрение, слух, обоняние, осязание, да? Да, вообще, то есть вот человек без чувств, жадность и все. И все, да. Вот, и пошел. И на самом деле идут, и сейчас идут, и идти будут, скорее всего. Вот, а потом на государство пеняют, что государство там указкой по рукам не стучит. Ну, давай, бог с ними, с пирамидами. Так вот, вопрос-то прозвучал такой, что многие, тем не менее, неоправданно сравнивают фондовый рынок. Это абсолютно некорректно. Абсолютно неоправданно, действительно. Я просто пытался вот обосновать их точку зрения, да, как-то оправдать их, может быть. Но действительно нет ничего общего, потому что... Что такое фондовый рынок? Это некие бумаги, которые выпускаются реальными компаниями. Которые реально стоят, стоят много. И эти бумаги дальше торгуются на рынке. Дальше их стоимость определяет спрос и предложение. Причем нету такого, что это некий единый участник рынка, который что-то там манипулирует. Нет. Это толпа людей. Ну, если это можно назвать толпой применительно к российскому фондовому рынку, да, там, ну, 100 тысяч человек. Ну, хотя толпа, да. Толпа, поредела просто у нас толпа, несколько поредела за последнее время. Да, ну, я думаю, что те же самые 1100 сейчас и осталось. Вот. Собственно, вот эти 100 тысяч человек определяют, сколько стоят эти акции. Причем эти 100 тысяч человек, это не олигархи там или какие-то супербогатые люди. Это разные люди. Есть с большими деньгами, есть с меньшими деньгами. Просто те, кто с меньшими деньгами, их больше, естественно. Те, кто с меньшими деньгами, они имеют меньшее влияние пропорционально количеству денег на торговых счетах. Те, кто с большими деньгами, они имеют большее влияние. И, соответственно, рынок определяет цену, сколько стоит компания. По тем или иным причинам, адекватно или неадекватно, это не важно. Но рынок определяет цену. И поэтому говорить о том, что вложение в «Газпром» — это вложение в «МММ». «МММ» — хлоп, нету, всё. «Газпром» — куда он денется? Будет он стоить ноль? Ну, что о нём должны подумать люди, чтобы он стоил ноль? То есть здесь, опять же, не вопрос, что о нём подумают люди, если он будет стоить ноль. Он не будет стоить ноль, потому что о нём невозможно подумать такого, чтобы он настолько рухнул. Поэтому, собственно, это рынок, это динамика, на которой можно зарабатывать, взвешивая спрос и предложение. Кроме того, это ещё и дивидендная доходность. Не очень высокая, но, тем не менее, это дивидендная доходность. К слову, если посмотреть на дивидендную доходность по акциям и доходность, например, по депозиту до востребования, ну, если это можно сравнивать, то дивидендная доходность по акциям, наверное, поинтереснее будет. Хотя, с другой стороны, для того, чтобы получить дивиденды по акциям, их можно продержать пока в России один день. Ну, то есть, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что есть доходность, есть риски, да? Чем больше доходность, тем больше риски, по крайней мере, да? Да, дальше уже это всё регулируется так называемыми плечами, которые начинающему, может быть, и не стоит использовать. Да, тому, кто уже более-менее освоился и понимает, что он делает и понимает свои риски, можно пользоваться плечами и таким образом увеличивать свои риски или уменьшать свои риски. Ну, или увеличивать доход всё-таки, да? Плечи-то для этого берутся в основном. Но риск бывает положительный, а бывает отрицательный. Согласен. Но, соответственно, да, чем там взял большое плечо, получил большой доход. Но и рискнул посильнее, чем если без плеча вообще. В этом, к слову, и есть разница, например, Форекса и фондового рынка. На Форексе большие плечи, на фондовом рынке поменьше. Вот поэтому Форекс более рискован, а фондовый рынок менее рискован. Там есть еще срочный рынок, он где-то между ними. Но срочный рынок, он посложнее с точки зрения инструментов. То есть там так называемые производные инструменты. Ну, надо понимать чуть-чуть природу вот этих вот производных, чтобы ими адекватно торговать. А если брать фондовый рынок и Форекс, ну, в принципе... В любом случае, смотри, мы вот таким образом плавно движемся в сторону финансовой границы, в сторону ее увеличения. Сначала мы говорили о финансовой грамотности для... Ну, пусть будет слово, термин не очень, наверное, корректно, но тем не менее. Финансовая грамотность для рядового гражданина. То есть что нужно как минимум ждать, чтобы нормально себя чувствовать в разных ситуациях экономических, прежде всего. Потом мы говорили о том, что вот есть некие инструменты, которые позволяют получать какие-то большие возможности. Помимо банковского классического депозита. Есть вот рынок фондовый, так называемый. И, я к чему веду, за финансовую грамотность уже с точки зрения профессии инвестора и спекулянта, ведь ее тоже можно где-то получить, эту финансовую грамотность. Существуют же определенные там какие-то, да, обучающие мероприятия, программы, центры. Леша, извини, пожалуйста, я слишком долго произначил вопрос, поэтому мы сейчас прервемся, а потом тогда твой ответ после новостей на Финам. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам. Сегодня в гостях у меня Алексей Соколов, ректор учебного центра институтного холдинга Финам. Ну и вполне очевидно, что помимо всех, так сказать, разговоров о текущей и будущей динамике, кстати, о будущей немножко еще поговорим чуть позже, на финансовых рынках мы сегодня вот затронули более детально тему финансовой грамотности, населения финансовой грамотности в целом и конкретной финансовой грамотности, да, по тому, как можно профессией инвестора овладеть, Леша. Куда пойти, если кто-то действительно об этом задумался? Ну, с точки зрения профессии как профессионала, да. То есть с большой буквы, да, профессионал с большой буквы? Или нет еще? Нет, я бы сказал скорее с маленькой. Ты просто профессионал как человек, который работает в определенной отрасли и получает за это зарплату. Вот это вот профессионал. Так вот, человек, который работает в компании, которая там брокерская компания или где-то работает там, а не является ее клиентом. Так вот, если мы говорим с этой точки зрения профессии, то нужно идти в обычный экономический финансовый вуз, да, финансовая академия и так далее, финансовый университет теперь, и, собственно, там получать теоретические знания. И при этом, чем раньше будущий соискатель займется практикой, тем будет ему лучше, потому что, к сожалению, или к счастью, финансовая отрасль, она больше о практических навыках, нежели о теоретических знаниях. Потому что финансовая отрасль – это некая квинтэсценция жизни. Только все происходит очень быстро. И в жизни все меняется. Так вот, если в жизни все меняется медленно-медленно, то в финансах все меняется очень быстро. Сегодня происходит так, а завтра иначе, потом выходит закон, и все меняется вообще наоборот. А почему, кстати, так? Все-таки ты же сказал, финансовая отрасль – это отражение жизни. Но жизнь меняется медленно, а финансовая, она впереди где-то все время бежит. Потому что мы пользователи цифровых технологий, различных систем связи и так далее. И если в жизни все-таки много информации передается устно, или, если можно так сказать, воздушно-капельным путем, вербально, да? То в финансовой отрасли все передается при помощи интернета и цифровых технологий. Соответственно, это все очень быстро. И люди, которые работают в финансовой отрасли, они привыкли очень быстро на все реагировать. Потому что чуть-чуть промедлил и получил, соответственно, там, ну, доход или риск, в зависимости от того, чтобы... Ну, в данном случае, наверняка, да, наверняка убыток получил, потому что именно вовремя, да, это что называется. Да. Ну, и вот, собственно, поэтому в финансовом мире все очень и очень быстро происходит. То есть, если в жизни ты допускаешь ошибку и расплачиваться ты за эту ошибку, если будет, что может быть, через несколько лет, то в финансовой отрасли, если ты допускаешь ошибку, ты получаешь фидбэк за эту ошибку сразу же. Вот. Достаточно быстро. С одной стороны, это минус, но с другой стороны, это повод быстро сделать работу над ошибками и больше такой ошибки не допускать. Потому что в жизни часто бывает так, что допустил ошибку и уже забыл 10 раз, что ты ее допустил, потом пришла расплата, и вот, собственно, опять проведение меня покарало, да, а на самом деле это была там какая-то собственная ошибка. Здесь нет, здесь все линейно. То есть, допустил ошибку, получил. Вот. Сделал правильно, получил. Все это сразу происходит. И поэтому, возвращаясь к профессионалам, чем быстрее человек выйдет на уровень практика, тем больше пользы он извлечет. Это же касается и тех, кто хочет с жизненной точки зрения, ну, просто вот для себя в быту использовать какие-то инструменты. Вот люди приходят там на курсы, да, к нам в учебный центр, сидят, учатся, там информацию получают. На одни курсы ходили, на вторые курсы. Потом я подхожу, говорю, ты счет-то открыл? Говорит, нет, я на демо-счете торгую. Ну, замечательно. А, собственно, когда щупать-то будешь? Когда ты будешь получать тот жизненный опыт, который необходим для того, чтобы успешно торговать потом? А когда-нибудь. Ну, соответственно, выброшенные деньги, выброшенное время. Ну, видимо, задача изначально не стояла, да, что вот я туда иду именно для того, чтобы потом реально начинать торговать, зарабатывать. Задача такая стояла. Но, с одной стороны, я понимаю, страшно. Но просто люди пытаются сначала все узнать. Максимально все причем. Максимально все. Что и невозможно, в принципе, да, все узнать. Да, на самом деле, если стремиться к этому, то становится невозможно торговать нормально. За ненадобностью уже. Да, то есть в постоянном поиске Грааля. А Грааля нет. Ну, по крайней мере, пока не нашли. К сожалению. Да. Ну, да, стоит давать. К сожалению, его нет. Вот. Поэтому, вот в любом случае рекомендация. Максимально быстро взять необходимую информацию, то есть ознакомиться с условием задачи, то есть плюсы, минусы, что надо делать, как надо делать. Взять, ну, не то чтобы минимум, да, а необходимый минимум этой информации и переходить к практическим действиям. Иначе ничего не получится. Вот это единственное. Ну, и с точки зрения торговли, ну, да, полезно походить на курсы. Это, я бы даже сказал, обязательно. Самостоятельно, то есть если никогда не... Ну, то есть не самостоятельно лезть в омут сразу, да, там, в воду в эту непонятную совершенную. Да. Хотя бы, что тебя за руку-то немножко провели по бережку. Да, причем сейчас вот, например, тоже новшество у нас. Мы даем слушателям наших курсов право сопровождения преподавателям. То есть преподаватель становится личным консультантом своих учеников. На какое-то время, да? Настолько, насколько захочет ученик, в общем-то. Да, то есть, ну, есть люди, которых вот за ручку по берегу, ну, им приятно, когда их ведут постоянно. Ну, не вопрос, будем вести постоянно. Есть люди, которые там месяц прошел, потом сказал, не, все, я сам. Я поплыл. Да. Сам поплыл. Вот, тоже, конечно же, все равно есть возможность спрашивать, там, советоваться и так далее, но там это уже как бы не сопровождение, да, а просто так вот добрая воля учебного центра. Соответственно, это есть, и это должно работать, и это должно приносить пользу людям, которые приходят на финансовый рынок, чтобы они не боялись, чтобы они не теряли денег и не думали, что фондовый рынок – это МММ. Да, не дай бог. Да. Леш, спасибо. Ну, и последнее у нас пять минуточек еще осталось. Давай все-таки вот непосредственно к рынку. Тем более, еще раз повторю, мне кажется, нынешнее отсутствие в большей степени идей на российском фондовом рынке, да, нынешнее отсутствие большого количества участников или больших капиталов, может быть, и создает, да, вот ту самую, то самое время, благоприятное время для того, чтобы тот, кто подумывал, да, о том, чтобы заняться подобной профессией, вот пришел и поучился бы. Ну, помимо всего этого, лето, на твой взгляд, для рынка – это что? Это традиционное время, сезон отпусков, традиционное время малой активности, или лето – это некое раздумие перед боем, потому что бой, да, ну, условно говоря, со второй части третьего квартала, да, или там непосредственно с четвертого квартала, как правило, да, искать, от статистики начинается. Ну, лето. Сезон отпусков приводит к чему? Приводит к тому, что, в общем-то, уходят объемы, те оставшиеся объемы, которые есть у нас на рынке. Да, 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 и так-то уже ушли, а тут еще и лето, пожалуй. Да, тут еще и лето. Соответственно, мы приходим к тому, что называется тонкий рынок. Тонкий рынок, прежде всего, характеризуется повышенной волатильностью. Поэтому сбрасывать со счетов динамику сейчас не стоит. Если посмотреть, на самом деле динамика, в общем-то, пока неплохая. Я не исключаю, что таковой она и останется. До конца лета. Да. Единственное, что, ну, как традиционно, последние годы у нас август уже всплеск активности, поэтому мы говорим на июль, да, вот буквально ближайший месяц. Единственное, что направленности динамики не будет, скорее всего, и мы будем, как принято говорить, коридориться. Сейчас, например, там индекс МВБ находится, вот последние там несколько недель в коридоре, там от 1280 до 1330-1350. Вот в этом коридоре. Пока не вышли из этого коридора, в нем и надо торговать. Что тоже возможно, кстати, да, и торговать, даже если нет трендов никаких. А на самом деле это самое простое. Торговать, когда нет тренда. Потому что есть некий коридор горизонтальный, есть очевидный минимум, очевидный максимум. Минимум покупаем, максимум продаем. Все. Это самая простая торговля, которая бывает вообще на рынке. Поэтому я за стоячий рынок. Ну и, соответственно, сейчас он такой, поэтому сейчас пока нет тренда. В тренде торговать, ну, мне, например, тяжелее. Поэтому сейчас пока нет тренда, я могу смело порекомендовать действительно начинать, заходить и пробовать торговать коридор. Если кому-то психологически сложно торговать коридор, и они ждут тренда, ну, замечательно. Можно научиться на сложном коридоре, и потом тренд уже пойдет как по маслу. Да, будет гораздо проще, конечно. Да. Причем, ну, мы не знаем, куда пойдет этот тренд. Потому что, как я уже говорил, до Олимпиады, скорее всего, роста такого прямо устойчивого не будет. Ты именно с Олимпиадой это связываешься же, да? Да. Дело все в том, что, ну, у нас ушли деньги нерезидентов. Вот. Потому что вокруг России, в общем, не самое лучшее информационное поле. Олимпиада — это хороший повод исправить это информационное поле. То есть, посмотрят, увидят, что можем. Ну, конечно, если все, дай бог, сложится. Ну, на это мы надеемся. Да, будем думать, что все сложится. Да, и когда увидят там, что все построено, все работает, все прекрасно, ну, скажут, ну, а что? Ну, да, смогли. Смогли, да. Действительно, было плохо. Вкладывали деньги в Олимпиаду. Да, получилось дорого по тем или иным причинам. Многие понимают, по каким причинам получилось дорого, но смогли же. Вот. Главный результат уже, да, в этой ситуации? Да, да. Да, в любой ситуации главный результат. Вот. И поэтому я думаю, что посмотрят, скажут, о, молодцы, все. И давай снова инвестировать в Россию. Ну, плавненько, медленно, но тем не менее. До этого времени, может быть, вниз, может быть, вверх, может быть, все, что угодно, но это нельзя будет назвать таким трендом, который продлится там год-два и больше. Поэтому торговать лучше всего сейчас среднесрочно, либо купил-забыл. Ну, внутри дня... И забыл на несколько лет причем, да? Да, забыл, ну, там, год до пятнадцатого. Вот. То есть торговать внутри дня, конечно, можно всегда, это без разницы. Вот. А сейчас, вот, если не готов забыть, то лучше на, там, полгода не покупать. То есть вот неделька, две, три месяц максимум. Вот это та торговля. Я понял. Леша, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, мы будем завершать. Я напомню, сегодня в студии Сухого Остатка был Алексей Соколов, ректор учебного центра инвестиционного холдинга «Фина». Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов на рынке.